Поздравляю всех с воскресным днём, с Божественной Литургией. То Благовествование, то Евангелие по-гречески, о котором мы сегодня слышали из послания апостола Павла, та Благая Весть, о которой он пишет Коринфянам, эта Благая Весть не является каким-то новым учением. Это Благая Весть та, которая уже была принесена в ту общину. И, соответственно, его послание, его письмо на эту общину является не какой-то особой уникальной мудростью, или особыми какими-то выкладками, или формулировкой символа веры, которая и звучит на самом деле в этом послании. Самый ранний символ веры. Об исповедании Христа Спасителя распятого и воскресшего. На самом деле это Евангелие, Благая Весть, она через это послание в ту общину, в нашу общину, и в любую общину, и к любому христианину в любое время является напоминанием, или, может быть, обновлением, как обновлением мы называем церковное новолетие, или какие бы то ни было еще праздники, которые обновляют и запускают новый процесс, и обнуляют прошлое. Обновлением является и участие человека в таинствах, в любых таинствах. Человек изменяется. Он был просто человеком оглашенным, стал христианином. Он был мучен своими грехами и страстями, стал человеком раскаивающимся и покаявшимся. Он был человеком, ожидающим возгласа святая святым, и стал причастником Господа нашего Иисуса Христа. И все эти обновления, которые с нами происходят, они и созданы Богом в виде нашего существования во времени. И то время, которое нам дано, которое нам отпущено, та форма времени, в которой мы пребываем, является одним из тех способов, посредством которого мы обновляемся. И каждое наше богослужение, каждое наше чтение духовных книг или правила, или попытка молиться, то есть пребывать в уме своим с Богом, они обновляют нас. Мы как бы оставляем себя прошедшего и становимся новым человеком. Понятно, что мы каждый раз в этой мере скатываемся, даже ниже, чем предыдущий уровень. Но эти обновления, которые Господь нам даровал в нашем временном существовании, они могут, если в предпосредствии Божьей милости, и осенении нас Божьей благодатью, они изменяют нас, обновляют. И то обновление, о котором сегодня на самом деле спрашивал богатый юноша Спасителя, как мы слышали Евангелие, его до некоторой степени и испугало. Он был таким, какой он уже есть. Он был человеком праведным от юности, соблюдавшим заповеди. И то, что он его просил, он задал вопрос о том, чего еще ему не хватает. И тогда Господь дает ему ответ о следующем особом каком-то уровне. И может быть поэтому мы в своей жизни и не вопрошаем, и не просим, и не ищем, не ждем обновления, потому что боимся того ответа, который мы получим от Бога. Но как мы знаем, Бог милостив и податель благ. И если мы способны хотя бы от чего-то отказаться, что нас загружает, что окрадывает наше время, не дает нам хотя бы еще на секунду побыть с Богом, самым любимым существом, самым любящим существом, если мы этого не делаем, то мы и не обновляемся. Господь жаждет нашего обновления постоянно. И всем вам желаю этого обновления, хоть в какой-то мере, хотя бы благодаря тем богослужениям, которые восстановила Церковь, хотя бы тем правилам, которые мы сами себе избрали, хотя бы тому чтению, за которое мы как-то там хоть с какой скоростью взялись, может не регулярно, но все-таки, да, открываем, чтобы обновить наше сознание, обновить наши отношения с Богом, как мы, собственно, обновляем любые отношения с любым человеком, когда с ним заново встречаемся, садимся за один стол, начинаем с ним какой-то разговор или новое дело. Причастников поздравляю с приятним и слышу в следующих тайных историях Ангелова Харитина. Субтитры создавал DimaTorzok